Парфеноне спецвыпуск Вот включил, начался процесс аэрации, обогащение вина кислородом, от чего оно раскроется, раздышится. Мне это слово уже в комментариях отмечали, да. Это действительно как на вдох-выдох, вот чтобы полнее почувствовали мы и ароматы, и вкус. Именно Роной в ноябре 2012 года отмечали мы французские съемки фильма «Цвет нации» с очень важными действующими лицами фильма, братьями Дмитрием и Иваном Свечинами. Это внуки Сергея Михайловича Прокудина-Горского, главного героя нашего проекта. Еще когда договаривались об интервью, старший из братьев Дмитрий Николаевич Свечин 1920 года рождения предупредил, что потом будет, вот слышу строй речи русского зарубежья просто, но не то, чтобы обед, а в буквальном переводе переломить корку, то есть сыры, паштеты и вино хорошее. Сидели в доме младшего из братьев Ивана Николаевича Свечина 1930 года рождения и пили Рону как вино хорошее. Вот как раз процесс завершен, готовы к употреблению. Если про Бордо говорят, что бархат, а про Бургундию, что шелк, то тогда Рона очевидно атлас. Вот очень характерный аромат и, да, этот вкус спелых красных ягод, полнотелость, благородство и танины. В результате декантирования они не терпкость дают, а яркость вкуса. Ведь еще что важно, это стопроцентный сорт сера и звучит вино вот так открыто, ярко, с вызовом даже, задорно. А был бы немножко гренаж добавлен, как часто это бывает с вина Мироны, вот на мой взгляд звучало бы глуше. Итак, по Дрону о фильме «Цвет нации». Фильм «Цвет нации» особый для нашей студии на Медне. Мы и до, и после чаще снимали фильмы, где множество действующих лиц, где события и явления, которые охватывают жизнь нескольких поколений. Ну, в общем, такой эпос, насколько это применимо к теледокументалистике. А тут один герой, пионер цветной фотографии Сергей Прокудин-Гурский и одно его дело – съемка коллекции достопримечательностей Российской империи. И в результате история вышла такая очень ясная. Прежде было снято несколько фильмов про Прокудина-Горского и не только российских, даже британских два. Но удивительное дело – никто не занимался сопоставительными съемками. Вот было – стало. А это, кроме чуда самого цветной древолюционной России, может быть, самое поучительное в наследии Прокудина-Горского. Скажем, знаменитый петербургский фотолетописец Карл Булла, он в конце 19-го, начале 20-го века снял, наверное, все дома на солнечной стороне Несского проспекта по разным поводам. И при желании, наверное, можно выклеить вот всю линию от Адмиралтейства до вокзала. И будет это интересно, ценно для специалистов, для историков, для архитекторов. А покажи публике – сопоставительного эффекта не добьешься. Ну, видно же, старые фотографии. Ну, так на старых фотографиях все другое. Чего тут в сегодняшнем днем сравнивать? Другое дело – наследие Прокудина-Горского. Его снимки кажутся сделанными, ну, прошлым летом зеркалкой. И тут сопоставительный эффект огромный. Это же, как русские помпеи. «Замри, умри, воскресни». Съемка 1909 года. Вот тогда замерла. Потом после революции было напрочь забыто, как умерла. Потом в начале 2000-х вернулась, как будто откопанная археологами. Воскресла. И теперь она снова как живая. Моя почти землячка из соседнего Кирилловского уезда. Вы увидите в фильме тех, кто вернул коллекцию Прокудина-Горского миру и кто продолжает сохранять оригиналы. Но ведь важно еще понять, оценить и помочь понять другим. Энтузиаст и большой пропагандист коллекции Прокудина-Горского Харальд Лайх, ведущий специалист русских фондов библиотеки Конгресса США нам оказал большое содействие. И мы сотрудничали с двумя беззаветными российскими энтузиастами. Василий Дрючин и Вячеслав Ратников вот сейчас ровно 10 лет исполнилось, как поддерживают сайт, посвященный целиком наследию Прокудина-Горского. А Вячеслав Ратников еще ведет блог в ЖЖ про Прокудина-Горского, про его наследие. А Василий Васильевич Дрючин в Романовской школе на Пресне, в которой он работает по основной своей деятельности, устроил целый музей Прокудина-Горского. Сейчас там школа переезжает в соседние здания, но с осени музей должен заработать снова. И Вячеслав Ратников и Василий Дрючин провели огромную кропотливую работу по идентификации мест съемки Прокудина-Горского и по вот этим сопоставительным съемкам. Я рад, что часть работы мы выполняли вместе. Например, до нашей съемочной группы Вытигру, это на Онежском озере, никто с целью Прокудина-Горского ведения не приезжал, а там очень лично мне дорогой комментарий у бывшего здания пожарной команды и много чего еще снято. Но вернемся к наследникам мастера. У младшего внука Прокудина-Горского Ивана Свечина была карьера инженера-строителя и очень успешная. А старший Дмитрий Свечин, он как и все предыдущее поколение их семейного клана, то есть два его дяди, его мать, его отец, он поступил в семейную фотостудию. И только потом перешел работать по смежной, скажем так, специальности, был оператором ведущей французской кинохроники Патте. И вот в силу этого понимания экранных задач Дмитрий Николаевич Свечин оказался для нас идеальным наследником по прямой. Он мгновенно понимал, что именно нам нужно. Разыскивал, помогал. В свои 92-93 года он за 10-15 минут отвечал на любой мейл, делал сканы и отправлял нам фотографии семейных документов, связывал с правообладателями хроники и прочее. Это вот его подарок. Известная фотография Прокудина-Горского, женщины Дагестана 1912 года, 5 аварок на фоне своего аула. Тогда было столетие этой кавказской экспедиции Прокудина-Горского на обороте надпись на память о нашей встрече 15-11-2012. Д. Свечин и подписался Иван Свечин. Вот как Дмитрий Николаевич говорил, так он и писал. И эта интонация русского зарубежья, она даже в тексте электронных писем, любимый оборот был. «Мы друг Леонид, дни бегут. Точка. И мы должны поскорее, и что-то вот там поскорее. Но мы очень споро работали, очень с подъемом над этим фильмом, быстро. И мы успели, Дмитрий Николаевич фильм видел, неловко повторять, назвал его «Дива». Это «Дива». И что важно, очень оценил работу моих коллег в этих вот сопоставительных съемках. Ну, какой там монтаж? Какой монтаж? И дожил до того, как спустя полгода после завершения работы показали, наконец, в эфире. Тогда это было важно для легитимизации фильма. И это мы обсудили тоже. Дмитрий Николаевич Свечин накануне совсем не болеет. Скоропостижно скончался в конце июля 2014 года. Было, значит, ему тогда 93,5, даже чуть больше. И с тех пор, всякий раз, когда бывают показы цвета нации, я посвящаю их памяти Дмитрия Николаевича Свечина. Вот этот тоже. И остается мне еще сказать про нашу следующую встречу. 18 июня в понедельник на Парфеноне прямой эфир в 20 часов. Поговорим про канал, про то, каким он до сих пор сложился. Расскажу о возможных планах и буду отвечать, отвечать, отвечать на ваши вопросы. И, как выражаются коллеги, донаты предусмотрены в том числе. Напиток пусть будет свободным. Я буду, очевидно, с каким-то вином и выбрал еще, что именно. Объясню. Но те, кто будут выпивать ровно тогда же, от 20 часов в понедельник 18 и смотреть, значит, мы будем выпивать синхронно и уж во что гораст. А сейчас Красная Рона, любимое вино Дмитрия Николаевича Свечина. Ваше здоровье. Счастливо. До встречи через неделю и приятного просмотра фильма «Цвет нации». Продолжение следует... Продолжение следует... К 150-летию Сергея Михайловича Прокудина-Горского. К столетию 1913 года. КОНЕЦ 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 Этот первый царский цветной фотосеанс проходил 3 мая 1909 года. Здесь, в Александровском дворце Царского села. КОНЕЦ КОНЕЦ Для августейших зрителей тогда это было, ну, совершенно поразительно. А для нас сегодня? КОНЕЦ Вся дореволюционная Россия объективно, ну, снятая через объектив, вся черно-белая. Черно-белые фотографии, да люди будто окаменевшие. Черно-белая хроника, люди напротив дрыгаются. Это все ретро уже по изображению. И только 1900 дошедших до нас в негативах цветных фотографий профессора Прокудина-Горского позволяет увидеть ту Россию в ее подлинных красках и в сегодняшних стандартах изображения. Хозяин земли русской, так называл себя царь, увидел ее красочные снимки через 4 года после первых сеансов. Проекции цветных стеклянных пластин, вроде слайдов, всякий раз встречали восторженную овацию. Печать на бумаге еще плоховато, но Прокудин-Горский уже выпускает первые в России цветные видовые открытки. Он же издает лучший фото-журнал «Фотограф-любитель». Один человек – целая отрасль. А за два года до своей первой встречи с царем профессор осознает исключительную миссию цветной фотографии и ставит перед собой фантастическую цель. В Среднюю Азию Прокудин-Горский поехал, чтобы снять солнечное затмение. Это была экспедиция русского географического общества. Одежда серая, бурая, черная, снег белый. Зато какого цвета покрывало на входе в юрту. Но 1 января 1907 года, день солнечного затмения, выдался вот как сегодня, хмурым. Ни солнца не видать, ни затмения его. Экспедиция спускается в долину, и главные съемки Прокудина-Горского в этой поездке – архитектура Самарканда. Впервые в цвете зафиксирована изумительная бирюза этой глазурованной плитки. Никакой реставрации тогда еще эти памятники не знали. Все на фотографиях профессора Подлина. Сейчас они сияют, как новые, и тем ценнее шанс сравнить с оригиналом. Медресе у Лукбека. Ему на этом фото Прокудина-Горского 500 лет. Сейчас, соответственно, 600. Будто вспять идет время, но цвета, они те же самые. И вот еще. Раньше больше отклонялся левый от меня минарет, и его подправили. Зато теперь больше отклоняется правый. А на другой стороне Самаркандской площади Регистан медресе Шердор. На фото Прокудина-Горского этому медресе под 300 лет. Сейчас, стало быть, под 400. Крупнейшая в свое время мечеть в мире, Бибиханым, начала разрушаться еще при строительстве. Кроме ошибок зодчих, сказались позднейшие землетрясения. Такой снимает Прокудин-Горский в 1907 году мечеть, воздвигнутую по повелению Тимура Тамерлана в честь его любимой жены. А в таком великолепии ансамбль Бибиханым даже сам Тимур не видел. А через 9 месяцев после съемки Прокудина-Горского 8 октября 1907 года в Самарканде очередное землетрясение. Не самое сильное, но последний почти целый купол Бибиханым обрушивается. Тогда-то Прокудин-Горский сознает, цветная фотография – единственное, что сохранит хотя бы облик утраченного. И он решает снять целую коллекцию достопримечательностей Российской империи. Фотографии все-таки надо признаться искусство протокольного характера. Вот он и хочет составить протокол. Такой была наша страна в свой Серебряный век. Уже после первого царского фотосеанса Николай II поручает поддержку проекта Прокудина-Горского министру путей сообщения Рухлову. Профессору предоставлен служебный транспорт. Первая регулярная фотоэкспедиция вскоре отправляется по Мариинскому водному пути из Петербурга до Волги. Передвижная лаборатория оборудована на небольшом пароходе Шексна. Передвижная лаборатория Петербурга – первый город на водном пути из Онеги ныне утратил свое благолепие. С той горки, откуда Прокудин-Горский снимал свою уездную панораму, теперь вовсе ничего не видно. Сто лет назад на Мариинском канале все шлюзы были деревянные. Но 50 лет назад канал расширили, назвали Волгобалтийским, Волгобалтом. В Итигре остался только один этот, последний деревянный шлюз, давно уже не действующий. Ни с каким из снятых Прокудин-Горским он не совпадает. Изящного деревянного подъемного моста тоже нет. Строя кадр, Прокудин-Горский явно старался показать предгрозовую тучу и ее отражение в воде. Какие же это предгрозовые краски 1909 года? Особо потрудился Прокудин-Горский в Итигре над коллективным портретом местной пожарной команды. Первый слева – уездный жандарм, главный здешний силовик. Сразу за ним такой пузатый господин в котелке с бляхой на груди. Это тогдашний городской голова Вытигры – Владимир Вениаминович Шаров. Дальше раз, два, три – шестой. Шестой в двубортном мундире в форменной фуражке – это инженер-путеец из немцев Евгений Оскарович Шульц, по совместительству начальник пожарной охраны. Строю и профессиональные огнеборцы, и, так сказать, привлеченный личный состав из местного населения. Целых раз, два, три – шесть. Шесть единиц техники, включая вот локомобиль для насосов. Все, разумеется, на лошадиных силах. Видневшаяся вверху деревянная каланча, конечно, не уцелела, но само здание стоит. Из него вытигорская пожарная команда МЧС съехала только в прошлом году. Увы, здешние пожарные не уберегли снятый прокудиным горским близ Вытигры двадцатиодноглавый храм Спасителя и Покрова Богородицы. Его сожгли по пьянке в 1963 году. От страшного пожара пострадала соседняя каменная церковь Спаса Нерукотворного, а плавились и рухнули ее купола. Весь этот соборный комплекс села Анхимова виден на фото Прокудина-Горского, когда проходит мимо нефтебаржа компании Нобеля Евгения. А колокольню еще до пожара разобрали на кирпичи, от них не отрывался раствор и вышло впустую, но теперь не воротишь. И более-менее сохранилась только часовня всех святых, усыпальница купца первой гильдии Лопарева. Другой храм – городской Воскресенский собор. Известен нам по черно-белому снимку не Прокудина-Горского, но того же времени. Вид с Воскресенского же проспекта. Из теперешнего проспекта Ленина – обезглавленный храм, ставший домом. Обезглавить и оккультурить – еще не самый страшный советский приговор. В следующем, после Вытигры, крупном пункте экспедиции Прокудина-Горского, городе Белозерске, церковь Петра и Павла с колокольней также срежут наполовину и устроят в ней музей. Свежая крыша и побелка – это к 1150-летию Белозерска. Тоже культурно, но здесь хоть сохранилась жизнь. А такими снял Прокудин-Горский в Белозерске в 1909 году деревянную церковь Ильи Пророка 17 века и каменную покрова Пресвятой Богородицы 18 века. Продолжение следует... У церкви Покрова Богородицы колокольню снесли вовсе. Купола, конечно, тоже. Главное же было, чтобы обрубок храм не напоминал. И вот только по прямоугольной накладке, назовем ее так, еще и узнается вид столетней давности. Прокудин-Горский чаще снимал памятники, которым тогда было лет 200-300. И стояли они как новые. Но уже лет через 20-30 начались фатальные перемены, а через 100 – хорошо, если находишь обломки. Деревянную допетровскую церковь Ильи Пророка хотели было восстановить два года назад, к юбилею Белозерска, но не вышло. Пароход Шексна название свое получил по здешней реке. Она – часть Мариинского водного пути. Корабельная команда в 16 человек обеспечивает эту экспедицию Прокудина-Горского. Идут медленно, с частыми остановками. Фотограф и малые поселения не пропускал. Фотограф и малые поселения не пропускал. У обрыва над рекой Шексной. Это возле деревни Топорня. КОНЕЦ Здесь, в Топорне, Прокудин-Горский снимает один из главных своих шедевров. Трое крестьянских девочек в фантастически ярких сарафанах с черникой и малиной урожая 1909 года. Не будь этого фото, мы, может, и не поверили бы в такие отчаянно смелые цвета и их сочетания. Какой салатовый по подолу, какие оттенки алого, а бордовые узоры на лиловом. Главная нарядиха еще и снялась отдельно, аж четверо бус у нее надето. Сколько свежести в лицах, в красках. Просто не верится, что этих девочек уже нет на белом свете. Ну вот неужто все проходит бесследно, а? Может, живут где-то еще здесь старушками. Но нет, 1909 года съемка им бы сейчас было по 115-120 лет. Нет таких старожилов в топорне. Видимо, последний ныне здравствующий герой фотографий Прокудина-Горского – его внук Дмитрий Свечин, старший сын дочери Катерины. Дмитрий Николаевич родился в 1920 году в Петрограде. Здесь сфотографирован дедом в 1925 году под Парижем. Эту фотографию снимал меня, мне тут 5 лет было, около Парижа, в Майдоне, где мы жили, в Майдоне, местность около Парижа. И я тут сижу с маленькой обезьяной, которую я прозвал ее Абзер, обезьяна Абзер. И она со мной приехала из Питера, где я родился все-таки. И это было еще недавно, в самом начале нашей эмиграции. На этом фото Абзя-обезьяна среди игрушек маленького Мити еще в Петрограде. Из Петрограда было вывезено в эмиграцию и все известное нам собрание негативов Прокудина-Горского. Но и это не все странствия. После Второй мировой войны негативы продадут в библиотеку Конгресса США. Ну, Конгресс-то США все знают. Сахарный купол Капитолия – символ американской государственности, даже поизвестнее Белого дома. А библиотека Конгресса США – это не значит библиотека при американском парламенте. Это значит национальная американская библиотека, финансируемая представительной властью. Одно из крупнейших в мире собраний и самое большое за пределами России – собрание русских книг, журналов, газет, архивов и прочих материалов. Здесь среди 8 миллионов единиц хранения фотоотдела сберегают 1900 цветных оригиналов Российской империи. Здесь жива деревня Топорня столетней давности и вечно юны ее модницы-поселянки. Начнем вот с этой фотографии. Внутри камеры первый негатив пропускается через синий фильтр. Так что на светочувствительной эмульсии фиксируются все цвета, за исключением синего. То же самое проделывается с зеленым фильтром, потом с красным. Каждая пластина – это три негатива. Итого 5700 кадров. Фотоаппарат немецкого изобретателя Адольфа Митте. Немыслимо сложная технология. Через три светофильтра – красный, зеленый и синий – делали три негатива. Получали три позитива. Через эти же светофильтры изображение проецировали на экран, совмещали все три – получалась полноцветная картинка, как на фотосеансах Прокудиногорского, который у Адольфа Митте в Германии на стажировке был, но немецкий метод усовершенствовал. Русский фотограф создал более светочувствительные пластины, и они были запатентованы. Бромсеребряные – Прокудингорского. Это сократило выдержку, ускорило съемку. Оттого еще люди на фото так естественны. Поначалу все цвета выглядят одинаково, когда вы впервые смотрите на негативы. Но если взглянуть на юбку девушки, то здесь, пожалуй, наиболее заметно, что на стеклах информация о разных цветах. Тут можно заметить больше деталей орнамента, а вот здесь практически белый цвет. Исключительно трудоемкий и интуитивный процесс. Ведь каждый раз выдержку Прокудингорский определял на глаз. После каждой экспедиции у Прокудина-Горского встреча с министром путей сообщения Рухловым. Для своего транспортного спонсора профессор специально снимает по дороге инфраструктурные объекты. Вот самый длинный тогда в империи мост через Амударью в нынешней Туркмении – полторы версты. Проезд путевой бригады на Дрезине, близ Петрозаводска. Станция «Хрустальная» на Урале. Станция «Фараб» за Каспийской железной дороги. Паровоз на Самаро-Златоустовской железной дороге. Мост через реку Шуя. Мост через Каму в Перми. Участники постройки Мурманской железной дороги близ Кемь-Пристани. Фотосеансы для царя устраиваются ежегодно. И по дневнику Николая II известно, что, например, в 1911 ему показаны съемки экспедиций по Волге и Южному Уралу. Город Зубцов. Тверь. Пристань, вид на мост и городской центр. Город Осташков с Вороньего острова. Ипатьевский монастырь, близ Костромы. На реке Сим у станции Аши-Балашовской. Работа на Бакальском руднике. Юризанский мост с выемкой. Три поколения уральцев Кагановых. Вид Златоуста. У Прокудина-Горского нет никаких обязательств. Никто его не торопит. Он сам себя гонит из экспедиции в экспедицию, будто боясь не успеть. За пять лет активных разъездов вот сколько точек снято одним человеком в огромной стране при только наземном транспорте. Из серии снимков, сделанных на национальных окраинах империи, особенно богата грузинская. У монаршего двора Грузии свое любопытство. Здесь самые дальние резиденции членов царской фамилии, где многие романовы и не бывали. Вилла в Ликане, близ Боржоми, известная как дворец великого князя Николая Михайловича. При большевиках здесь был дом отдыха ЦИК СССР, так что здание сохраняли бережно. В Ликанский дворец и до войны, и после приезжал отдыхать Сталин. Об этом есть в воспоминаниях его дочери Светланы. В независимой Грузии этот дворец стал загородной резиденцией президента страны. Ну, все правители знают толк царской жизни. И из снятых Прокодиным-Горским это здание сохранилось, может быть, лучше всего. Вот отсюда парадный вид. Здесь ставил свой фотоаппарат профессор. Ну, газоны, конечно, тогда были более ухоженными. Ну, вот и все. Другому дворцу великого князя повезло меньше. Это фото Прокодина-Горского с видом на горы и реку Куру было выпущено открыткой. Но после революции санаторий здесь разместили неэлитный. Массовая здравница быстро доконала дворец, и теперь на его месте типичный советский корпус Горное ущелье. Зато неподалеку, в селе Даба, Георгиевская церковь 1333 года постройки, какой стояла при съемке Прокодина-Горского, такой и сейчас стоит. Объезжая вот такие настоящие древности, снятые Прокодином-Горским, понимая, что никакого особого ухода они за собой не требуют, лишь бы их люди не разрушали. И тогда плюс-минус сто лет не срок. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В этих же местах Прокодин-Горский снимает новое тогда для страны дело – выращивание собственного чая. Согласно подписи, эти сборщицы листа – гречанки. Портрет Лу Джанчжау, китайского чаевода, проработавшего на Кавказе 30 лет. Это ему страна обязана появлением отечественной заварки. Другой здешний безалкогольный напиток, знаменитый на всю империю – минеральная вода боржом. Тогда ее так называли. На этом фото Прокудина-Горского надпись хорошо различима – Боржом, с твердым знаком на конце по дореволюционной орфографии. Более грузинское название – Боржомий, утвердится при Сталине. Еще наименование старое. По всему фасаду производственного корпуса тянется экспортное отделение боржомских минеральных вод. Сохранив ведомственную принадлежность к боржомским минеральным водам, здание это, в общем, изменилось мало. Ну, чердак достроили до полуэтажа и рамы заменили на стеклопакеты. Сто лет назад каждую бутылку боржома оборачивали соломой. Ведь по каким дорогам нужно развести эту минеральную воду по самой большой стране мира? В Боржомском парке Прокудин-Горский делает портрет двух грузинок в праздничной национальной одежде. Снимки в этом этнографическом жанре народы Российской империи привозились из каждой экспедиции. Это персидские татары, так тогда называли азербайджанцев, а еще бакинскими татарами. Сколько же блестящих пуговиц на их выходных тужурках? Портрет башкира-обходчика. Портрет башкирки. В числе лучших по свету и цвету снимок в еврейской школе для мальчиков в Самарканде в 1911 году. Тоже изумительно яркий групповой портрет женщины Дагестана, аварки из аула Аракани. Свежий отпечаток с этого тройного негатива висит в гостиной младшего внука Брокудина-Горского Ивана Свечина. Например, фотографию, которую нам недавно подарили из Дагестана. Должен сказать, что когда видишь эту фотографию, она кажется, как вылезает из стены или из рамы. Перспектива гор очень глубокая. Потому у фотографий получился такой объем. В Кавказской экспедиции снят самый известный автопортрет Брокудина-Горского, сидящего на камне у речки Скурицхали в Грузии. Для другого автопортрета профессор тоже позировал у воды, которая занимает большую часть кадра, на реке Суна в Карелии. Поотдаль камень, на котором по воле какого-то петербургского туриста было по-французски выбито имя его возлюбленной Элис. Вот ведь какая страсть. Сто с лишним лет назад буквы на камне высекли так, что они на ощупь руками и сейчас хорошо читаются, но не очень заметны. Их тогда еще прокрасили белилами, которые, конечно, давно сошли. А мы сейчас попробуем мелом, чтобы все-таки было видно. музыка. Ну что, будем считать, памяти былист жива. Но на самой реке Суне еще до Отечественной войны, там выше по течению, поставили гидроэлектростанцию. И где раньше был поток, теперь сухо. Вот как изменилось и сузилось русло. Был большой камень, торчавший из воды, а теперь целая скала возвышается над потоком, который где-то внизу. А вот на фото Прокудина-Горского ступень водопада Кивачи. Ясно, что не могла сохраниться до наших дней беседка, построенная к приезду еще Александра II. Но уж гранит и вода-то по человеческим меркам вроде вечны. Кивач остается одним из крупнейших водопадов Европы, но прежних грозных картин, вот еще Державиным воспетых. Алмазно сыплется гора с высот четырьмя скалами, усуна водопадов мать. Их давно нет. Это место – заповедник Кивач, но сам Кивач сохранился не вполне. А сто лет назад Прокудина-Горского здесь еще явно заботила передача на цветном фото прозрачных переливов горной реки поверх камней. Брызг в воздухе, эффекта радуги. И на пароходе Шексна средствами пожаротушения радугу получали. У профессора много таких снимков – демонстраций точности цвета. Аудитория на фотосеансах ахала. Пионы, как живые. А вот какая была пенная сирень в саду царского дворца в Гатчине. Еще задача – как передать на цветной фотографии снег? Ведь белый не значит бесцветный. Лыжная база «Спортобщества России». Это лыжная база «Спортобщества России». на озере Амчино на окраине города Луга. А 110 лет назад Прокудин-Горский снимал здесь мельницу. И вот мукомольню этой мельницы, меньшую часть здания, ее перестроили под лыжную базу. Свои зимние этюды профессор снимал в Лужском уезде Петербургской губернии, где была его дача. Вот, по лыжне видно. Где поглубже след, сразу появляется серая тень. А по кромке такой сизый отлив. Вот даже сейчас наша камера и ваши телевизоры передают эти оттенки хуже, чем стеклянные пластины Прокудина-Горского. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в соседней деревне Смешино. Негатив не сохранился, только открытка под названием «Погост». На переднем плане различимы могильные кресты. Вот точка съемки Прокудина-Горского. Ожидаемые, увы, утраты, но все-таки стоит еще. Здание стиля русского классицизма и мертвых на погосте все так же хоронят. КОНЕЦ Еще несколько здешних сельских видов дошло до нас только на открытках. Вообще их выпуск был бизнесом Прокудина-Горского. В своем частно-государственном партнерстве с властью он денег бюджетных не получал. Только транспортную поддержку – пароход, вагон, автомобиль. А все финансирование экспедиции, закупка техники и материалов – это средства частного фотографа-профессора. Методичная работа на каждой остановке. Днем – съемка, вечером и ночью – обработка материалов. Если все получилось, двигались дальше. Если нет, оставались на пересъемку. Контрольные черно-белые отпечатки Прокудин-Горский вклеивает в альбомы-дневники своих экспедиций. Они потом, как приложение к негативам, тоже попадут в библиотеку Конгресса США. У нас 14 альбомов, вот как этот. Черно-белые фотографии, которые отпечатаны с одной из пластин Прокудина-Горского. По ним можно видеть всю охваченную географию России, всевозможные места и людей страны. Снимок церкви дополняется ее интерьером, а снимок интерьера – крупным планом деталей. Большая подьяческая улица в Санкт-Петербурге, дом 22. Здесь, в квартире 37, Прокудин-Горский жил. Здесь была, как выражался сам профессор, его испытательная лаборатория. И здесь же он издавал свой журнал «Фотограф-любитель». Вот адрес на обороте. Большая подьяческая, 22. И как тогда люди столько успевали? Или это тоже было у них от ощущения, что вот-вот все кончится? Ведь Прокудин-Горский, кроме занятий практической фотографией, еще преподавал в технологическом институте, состоял в дирекции гатчинских заводов и беспрерывно мотался по экспедициям. Здесь же, в доме, у Прокудина-Горского была и лаборатория, которая выпускала те самые первые в России цветные фотооткрытки. Всего про Кудинских открыток было выпущено более ста. Это миллионы экземпляров открытых писем, которые знала вся маломальски грамотная Россия. Тогда впервые во всей возможной красе, в смысле во всех красках, вышли эти курортные виды. Привет из Ялты, привет из Выборга, привет из Пятигорска. Тогда открытку послать – это как сейчас СМС или в соцсетях зачекиниться. Приехали в Курск. Здесь я обедаю и вспоминаю вас. Сейчас идем в Мариинку. Выезжаем 5-го 12-часовым, очевидно, поездом. А вот 30 марта 1907 года сестра Маня сообщает сестре Розе в Петербург, что благополучно доехала до Минска и что в следующий раз пришлет весточку из Либавы, Лиепаи нынешней, латвийского города на Балтике. В те времена цветные изображения получали так. Сначала их раскрашивал художник, потом их печатали как литографии. А на этих открытках цвет воспроизведен с оригинального негатива. Но, конечно, приходится делать поправку на качество тогдашней печати. Увы, ни одного негатива городских видов Прокудина-Горского не сохранилось. И это еще не все потери. Одна из лучших петербургских открыток Прокудина-Горского. Вот место съемки профессора. Вид на Мойку, Юсуповский дворец, а здесь Большая Лютеранская церковь в 1939 году перестроена в ДК работников связи. За Кирхой дальше Гороховая улица. Кварталы, где жили немцы-ремесленники, прихожане-лютеране. При советской власти шпиль снесли, красный кирпич заштукатурили, маскируя культовое происхождение здания. Понавесили балконы с гипсовыми колоннами и разные идейные барельефы. Вся эта советская античность давно рассыпалась. Какой уж тут теперь дворец культуры. Ну, можно, наверное, из полуаварийного ДК восстановить новоделом Лютеранскую церковь. Но это внешнее. А смысл-то? Петербургского Вавилона на 60-й широте не восстановишь? Города, в котором чуть не все пекари и аптекари были немцы. У Пушкина и хлебник немец аккуратный в бумажном колпаке не раз уж открывал свой ваз издаст. Ну, окошечко, через которое подавали свежие булки. Этого-то не воротишь. Самым популярным окажется портрет, который напечатают десятками тысяч в разных форматах и открытками, и целыми настенными картинами. К 80-летию великого классика Прокудин-Горский снимает в Ясной Поляне Льва Толстого. Этот снимок профессора в СССР переиздадут двухмиллионным тиражом уже к 150-летнему толстовскому юбилею. Негатив, увы, не сохранился. Все воспроизведения с репродукцией 1908 года. На аллее Яснополянского парка Клины сделан этот снимок. 23 мая 1908 года. Примерно 16.30. И светского светки слабоват. Поэтому выдержка целых одна, две, три, четыре, пять, шесть секунд. Но Толстой только что вернулся с конной прогулки. Сел удобно, нога на ногу. Ясный взгляд прямо в камеру. Всего один снимок. И профессор, не выпуская свои стеклянные пластины из рук, отправляется проявлять их в Москву. Свои портреты психологическими Прокудин-Горский не считал. Но вот за 30 лет до этого 50-летнего Толстого в такой же синеватой блузе, их называли толстовками, писал маслом главный портретист эпохи Иван Крамской. И что? Так ли уж хуже по передаче настроения человека портрет Прокудина-Горского портрета Крамского? А что до передачи на фотопортрете синего цвета, то в Бухаре Прокудин-Горский достигает своего высшего результата. 1911 год «Сеет мир Мухаммед Алим-Хан и мир Бухарский». Негатив этого снимка жив, и небесная лазурь халата уже не выцветит никогда. Алим-Хана Прокудин-Горский усадил во дворе резиденции, чтобы света было больше, оттого и цвет так горит. Внутри дворца Прокудин-Горский тоже снимал. Там и вправду сумрачно для портрета. Дворец этот Эмиру не нравился, и вскоре он повелел его снести. Фотография Прокудина-Горского осталась единственным изображением интерьера. Только трон и уцелел из всего убранства дворца. Стоит теперь в Бухарском архитектурно-художественном музее. Тогда в Бухаре сделан и портрет премьер-министра ханства. У него халат тоже дивного оттенка, но не такого пронзительного, как у монарха. И совсем мягкая сизая дымка на Прокудинском снимке ворот Бухарской крепости Арк. Ворота и вся крепость, они сто лет назад были в отменном состоянии. Но в 1920 году они сильно пострадали при артиллерийском обстреле, когда Бухару штурмовали красные войска Михаила Фрунзе. Однако в СССР древнюю архитектуру Туркестана феодально-исламским пережитком не объявляли и динамитом не взрывали. Ныне особо усердно реставрируемые памятники служат самоидентификацией независимого Успекистана. А выставка в музее фотографий в Ташкенте вообще единственная постоянная экспозиция Прокудина-Горского в мире. Сам профессор сто лет назад выступал с докладами о плачевном состоянии здешних шедевров зодчества и призывал петербургские власти принять участие в их судьбе. Сто лет назад эмираты Хивы и Бухары считались вроде бы самостоятельными государствами. На самом деле они полностью зависели от Российской империи и здешние правители эмиры носили звание генерал-майоров русской армии. На портрете эмира Бухарского хорошо видны аксельбанты и едва различим левый погон. Зато как красуются русские генеральские погоны на отливающем перламутром халате хана Хивинского Сеида Асфиндиара-Багадура. Тогдашние российские либералы негодовали, мол, самодержавие задабривает своих вассалов, восточных царьков-деспотов. Это на фото Прокудиногорского бухарская тюрьма Зиндан. Больше всего за последние сто лет потеряла, конечно, Центральная Россия, снятая Прокудиным-Горским особенно подробно. Уездный город Торжок Тверской губернии. Съемка Прокудиногорского 1910 года. И тот же вид 103 года спустя. Зарастают старые русские города. Одних храмов нет, другие обезглавлены. Доживает свой век историческая застройка. И все это тонет, тонет в зарослях. Слобода-коровники в Ярославле. Прокудин-Горский ведь снимал самые выигрышные виды. А мы теперь будто не знаем, как на эти места и смотреть. Так зарос уездный город Старица в Тверской губернии. Вид с одного берега Волги и с другого. За сто лет Троицкий собор в Осташкове тоже утонул в дебрях. В зарослях Горицкий женский монастырь. Перекрыта панорама при въезде в Можайск. Похоже, по старым правилам благоустройства охраняют только главные достопримечательности двух столиц. В Москве следят, чтобы серебристые ели не сильно перерастали кремлевскую стену, старые удаляют, подсаживая молодые, а в Петербурге подстригают липы на стрелке Васильевского острова, а то они заслонят растральные колонны и Невскую перспективу. У столицы бывшего Белозерского княжества города Белозерска сил нет уж не только на благоустройство. Вид со здешнего городского вала внутрь. Съемка Прокудина-Горского 1909 год. Ну понятно, что как возводили здесь эти храмы никакой нынешний СМУ строить не может. А вообще за сто лет что произошло? число памятников ополовинилось, утраты заросли, а с внешней стороны вала вот 1909 год. Оказывается, прошлое это не когда деревья были большими, а когда деревья были маленькими, и из противопожарных соображений за ними тогда следили, и просто по стандартам городского быта. А теперь так лет через 20 будет не видно не только храма, но даже огромного белого озера. А еще через 2-3 поколения что, кончится местное население, и древний город вовсе затянет лесом? Белозерску 1150 лет. Он и подъемы знавал, и упадки, но всегда сохранял смысл жизни людей здесь, на облюбованном предками месте. А теперь вот участь депрессивного райцентра, который сам себя не содержит. В 1916 году работы Прокудина-Горского иллюстрируют первый в России учебник с цветными фотографиями, курс географии для младших классов. Его еще называют родиноведением, а в наставлениях указывают на воспитание родинолюбия. Таких и слов ты теперь не услышишь. Преподавали родиноведенье только один 1916-1917 учебный год. А в 1918-м Прокудин-Горский родину навсегда покинул и после нескольких лет скитаний поселился в Париже. До Второй мировой войны семейное ателье Прокудиных-Горских было там единственным выполнявшим услуги цветной фотопечати. Это официальный альбом Всемирной Парижской выставки 1937 года со снимками всегдашних помощников Прокудина-Горского его сыновей Михаила и Дмитрия. Здесь, конечно же, и советский павильон с рабочим и колхозницей. Но вывезенные в эмиграцию собрания российских фотографий не смогли тогда опубликовать даже частично. В то время этой старой России никто в Франции в любом случае не интересовался. И потому эти фотографии которые были уникальные конечно но это были уникальные фотографии чего-то такого которое не интересовало людей в то время есть. Той России больше нет и вспоминать нечего. Так не только скажем во Франции считали в Советском Союзе тоже. Родовое гнездо Прокудиных Горских село Фуникова гора Владимирской губернии помещичий дом конечно не сохранился церковь в которой крестили будущего классика мировой цветной фотографии и фамилия его Прокудин Горский от прозвища предка Прокуда озорник значит и название здешних мест гора Прокудину Горскому тут было откуда набираться родинознания и родинолюбия здешние земли основателю их рода после Куликовской битвы пожаловал Дмитрий Донской Но в 20 веке здесь случилось другое Мамаево побоище камня на камне не оставило Мамаево живо только основание могильного памятника полного тезки Сергия Михайловича Прокудин Горска Го это был двоюродный дед профессора на его средства поставленная церковь Михаила Архангела Из коллекции то же самое во Франции оказалось около третьей всех негативов Прокудина Горского но из оставленных в России с тех пор не было обнаружено ни одной стеклянной пластины ни одной теперь уж и надеяться то не на что у Прокудина Горского были опыты цветной киносъемки но они до нас не дошли пропала без следа и вся цветная фотосъемка трехсотлетие дома Романовых и это только самые досадные потери Хотя скорее стоит поражаться как в семье профессора 30 лет берегли множество тяжеленных ящиков требующих особых условий Когда эти негативы у нас были в подвале в пыли во время войны и так далее я был мальчишкой мне было значит 12 лет что-то такое 12-13 лет и я видел эти негативы они меня заинтересовали и я решил несколько из них вымыть под горячей водой чтобы иметь стеклянные пластинки но к счастью моим родителям остановили меня и я потом не сделала это осенью 1944 года Сергей Михайлович Прокудин-Горский умирает в парижском русском доме в загородном пансионе для стариков эмигрантов в 48-м году наследники соглашаются продать негативы библиотеке Конгресса США не столько ради денег а чтоб коллекция наверняка сохранилась я в то время значит работал с ядьями и с мамой в лаборатории и слышал слышал говорили что вот нашли нашли кого-то такое который хочет купить коллекцию американцев надо было конечно чтобы им показать что это из себя представляет и несколько из них которые которые мои ядья выбрали мы их напечатали по системе карбора на бумаге в цветах цветные фотографии значит чтобы показать что это дает из оригиналов мы получили немножко денег сравнительно в то время конечно это считалось хорошо но это не громадные деньги были за 1900 тройных негативов 3500 долларов двум сыновьям и дочери Прокудина-Горского американцы и сами только спустя 50 лет поняли какое сокровище приобрели когда изображение отсканировали и три цветовых слоя наложили друг на друга электронно эта фотография всего лишь вот такого размера снята в 1911 году портреты мира Бухарского но вы можете даже разглядеть узоры на пряжке его пояса помнишь когда мы впервые получили это изображение мы были очень удивлены какой яркий цвет халата да но когда смотришь на другие части фотографии на цвет кожи белый тюрбан на то как мерцает золото это выглядит настолько реалистично что мы убедились все было сделано правильно у нас было много сложностей в этой работе которые мы прошли вместе у нас была сильная команда и я вам так скажу я проработал в библиотеке конгресса 36 лет и это был самый интересный проект за все это время результаты своих работ библиотека конгресса публикует в 2001 году и тогда коллекция прокудина Горского воскресает с тех пор она мировой шедевр пионерской цветной фотографии и самое уникальное свидетельство эпохи то что вы видите в изображениях прокудина Горского это может быть единственная единственную документацию которая выжила по сей день об этих постройках значит это важный исторический источник первый источник для истории дореволюционной России накануне Первой мировой войны и Октябрьской революции у вас есть любимая фотография про Кулинаргурска да имею я вам покажу так со всеми кто занят коллекцией у каждого непременно есть свой любимый снимок это Нилова пустынь на озере Селегер Тверской губернии а почему эта фотография вам так нравится не знаю это композиция качество цвета чувство мира тишины спокойства автор снимка обрел мир тишину и покой на эмигрантском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем здесь ходишь читаешь как письмена от стеков и майя все по-русски но действительный статский советник потомственный почетный гражданин князь по-французски дюк купец первой гильдии святой Анны первой степени ордена кавалер ротмистр можно конечно прочитать в энциклопедиях что все это значит но внутренний смысл этих слов утрачен нет той цивилизации которая так оценивала вклад в себя и непонятен итог жизни если он подведен такой надписью ну вот были древние греки а нынешние не от них произошли и древние египтяне нынешние не от них и вот мы нынешние русские а мы не от этих сто лет невелик вроде срока случился разрыв цивилизации и они для нас древняя Россия мы не от нее а от советской а тут лежит цвет бывшей страны которую ее последний летописец успел снять в цвете для меня фотографии коллекции и теперешняя Россия у меня как-то не совмещается это история прошлая история а то что я видел теперь в России то есть за последние года с этим ничего общего в общем не имеет для меня Дмитрий Свечин из фотосъемки перейдет в документальное кино и оператором французской хроники доедет в СССР до Байкала вот он там с некогда премьером Жаком Шираком Ленин создатель советского государства которому исполняется 50 лет в 67 году когда отмечали 50 лет Октябрьской революции Свечин настоял чтоб сняли киноочерк и к 50-летию русской эмиграции во Францию Димка это его псевдоним уже тогда многие лежали на кладбище Сент-Женевьев но еще живы остатки первой волны а в последнем кадре оператор снял себя вот он Димка Свечин У каждого кто знает коллекцию про Кудина Горского непременно есть самый любимый снимок но вот из этих сравнений что было что стало чего не стало самого любимого уже не выберешь а самое поразительное это наверняка вот Крохинская церковь близ Белозерска Прокудин Горский снял церковь Рождества Христова в 1909 году вот Крохинский посад на реке Шексне издалека вот храм вблизи кромка воды едва видна Следующая цветная съемка случится в 1973 году Режиссер Василий Шукшин и оператор Анатолий Заболоцкий увековечили церковь в великом фильме Калина Красная К тому времени ниже по течению устроили водохранилище Территорию деревни затопили и последние полвека стоя в воде храм год от года разрушался при всеобщем равнодушии Вот нынешний вид с точки съемки Прокудина Горского Ну вот что тут уже восстанавливать? Нечего А новодел поставишь только хуже будет Да и к чему? Не может же быть на островке церковного прихода Вот консервация уже началась Так бы и зафиксировать руины И пусть стоят подлинные Как памятник стране которой больше нет А пройдут пароходы Салют России 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok